Эту однушку Наталья Терешина в ипотеку взяла три года назад. Аккуратно вносила платежи, но в этом году платить стало сложно. Зарплата менеджера по продажам заметно снизилась. Участие в госпрограмме реструктуризации ипотеки позволило бы Наталье уменьшить банковский займ на 220 тысяч рублей. Она оперативно собрала документы и подала заявку в банк. Я 1 марта сдала документы на эти справки, 10 марта у меня зафиксировано, что они готовы, а 14 марта я их получила только. Прихожу в банк и мне там слогошибательная новость объявляется, что 7 марта она уже закрыта в связи с исчерпанием средств. То есть все, деньги кончились. Государственная программа помощи ипотечным заемщикам стартовала в стране весной 2015-го. Начинали с валютных ипотечников, потом в программу пустили и рублевых. В начале года российское правительство программу продлило до 31 мая, а в марте неожиданно для всех ее закрыли. В российском агентстве по ипотечному жилищному кредитованию по телефону горячей линии всем отвечают одно и то же. Деньги кончились из-за большого спроса. Программа завершена, новые заявки не смогут быть профинансированы. Прием документов ввелся до 7 марта. Все документы, принятые до этого момента, будут рассмотрены в течение действия постановления до 31 мая 2017 года. Новые заявки не смогут быть уже профинансированы, так как программа ограничена определенным бюджетом. Сегодня Наталья Терешина, как и многие другие удмуртские заемщики, считает себя обманутой. Ведь когда сообщили о продлении льготной программы, люди массово собирали необходимые документы. Наталья только за справки из Росреестра заплатила почти 5000 рублей. Как вернуть деньги за никому теперь ненужные справки, люди не знают. Одна справка 1800 рублей. Нужно было их собрать на каждого члена семьи. То есть, соответственно, у кого три человека в семье, там тратили от пяти до десяти тысяч, грубо говоря. В региональном отделении Росреестра поясняют, вернуть деньги можно только в том случае, если услуга на момент подачи о возврате не была оказана. Если плата за сведения ЕГРН произведена, но запрос не подан на обработку, вот первый случай. Второй случай, если плата произведена в большем размере, чем это требуется. Такую излишне уплаченную сумму можно вернуть. В Удмуртии сотни семей оказались в такой ситуации. Заемщики признаются, что находятся в растерянности, но надеются все же, что если не программу, то хотя бы потраченные на справки деньги им вернут. Наталья Терешина, как и еще 15 тысяч пострадавших по всей стране, подписала онлайн-петицию президенту России Владимиру Путину.